Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» в студии Татьяна Трофимова. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. Инвестиции в будущее. Чувашия и Газпром подписали новую программу газификации Республики. АПМБ – пароль для посвященных. Расширяются меры поддержки малого бизнеса. На трибунах становится громче. На стадионе Олимпийский появится искусственное футбольное покрытие и новая спортивная площадка. Сегодня Олег Николаев в онлайн-формате обсудил с председателем правления Газпром Алексеем Миллером дальнейшее сотрудничество. Стороны подписали программу газоснабжения и газификации Республики на ближайшие пять лет. В Рио главой Чувашии отметил, что за последние пять лет в Республике построено девять больших газопроводных магистральных сетей, что позволило достичь высокой степени газификации населенных пунктов. Не каждому субъекту Российской Федерации удается достигнуть таких результатов. Это говорит о нашей синхронной, слаженной конструктивной работе в течение последних пяти лет. И, конечно же, как результат мы видим очень высокие уровни газификации Республики по сравнению со средними показателями в Российской Федерации. В ближайшие пять лет планируется газификация еще 13 населенных пунктов Чувашии. Республика со своей стороны обеспечит сооружение внутрипоселковых газопроводов протяженностью 82 километра, подготовку домовладений и шести котельных к приему газа. Здесь идет синхронизация нашей инвестиционной деятельности в этой сфере. Газпром со своей стороны инвестирует в развитие инфраструктуры магистрального характера, а Чувашская Республика, соответственно, инвестирует в распределительную составляющую. И поэтому вот такое разделение ответственности и совместная работа дают возможность обеспечить газом тех людей, которые его пока еще не имеют. Еще один важнейший проект – завершение газификации за Волжской территорией. Там планируется создать крупный туристко-рекреационный кластер. И руководитель региона предложил председателю управления ПАО «Газпром» рассмотреть возможность участия в реализации этого масштабного и значимого для Республики проекта. Ольга Семенова, Андрей Шоклев, Республика. Сегодня состоялось первое заседание Координационного совета по развитию инвестиционной деятельности и предпринимательства. В повестке дня изменения налогового законодательства с 1 января будущего года. Задачи новой структуры уже обозначены. Совершенствование налогового законодательства, снятие барьеров при осуществлении предпринимательской деятельности, поддержка инвестиционной деятельности. При работе совета этому уделяется особое внимание. Мы хотим и будем учитывать мнение экспертного сообщества, предпринимательского сообщества при выработке как стратегических, так и оперативных управленческих решений. Что касается налогов, то с 1 января 2021 года на территории Российской Федерации отменяется специальный налоговый режим. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. В целях поддержки малого и среднего бизнеса предлагается внести следующие изменения в региональное налоговое законодательство. Продлить налоговые каникулы до 2024 года. Предусмотреть для владельцев кафе и ресторанов, предпринимателей, оказывающих бытовые услуги, пониженную ставку по упрощенной системе. Льготный режим налогообложения продлен на следующий год и для тех предпринимателей, что вошли в перечень отраслей, пострадавших от коронавирусной инфекции. Кстати, на уровне региона уже действуют свои меры поддержки. Ульяна Пятакова, Андрей Шоклев, Республика. Многим предпринимателям кризис оказался нипочем. Даже в период пандемии они развивались и строили планы на будущее. Помогло им в этом государство. Наш следующий репортаж о жительнице Канаша. Год назад она решила открыть производство и обратилась в Республиканское агентство по поддержке малого бизнеса. Алена Ярадаева решила производить металлические двери. Стоят они недешево, всегда востребованы. Но и уложений требовали немалых. Помещения, оборудование, материалы. А еще конструкции должны пройти сертификацию на прочность и пожарную безопасность. В агентство по поддержке бизнеса я обладилась в сентябре 2019 года с целью получения поддержки, помощи в получении сертификатов, лицензий. Как начинающему предпринимателю мне это было очень полезно, очень выгодно. Они сразу помогли, все рассказали, все объяснили, что как. Мы нашли организацию, которая будет нам выпускать сертификаты, заключили договор, прошли все испытания и получили сертификат. Мы от них получили также уже дважды кредит на производство. Вот как раз закупали сырье и материалы. То есть очень выгодные условия, как для предпринимателя, низкие тарифы. За счет этих средств удалось увеличить количество рабочих мест и выручку в два раза. Сейчас фирма Алена Ярадаева работает с гос- и муниципальными контрактами. Двери поставляются в школы и больницы не только Чувашии, но и Москвы, Новосибирской области, Мариэл. Один из последних контрактов – поставка для московского метро. Во время пандемии производство не работало, оно не вошло в список пострадавших отраслей. Но зато удалось заключить контракты на будущее и после снятия определенных ограничений возобновить производство. Пришлось опять обратиться за поддержкой. В этом году мы снова планируем обратиться также за поддержкой в получении сертификатов, чтобы продолжить текущие сертификаты, выпустить какие-то новые для заключения новых контрактов. Также мы планируем получить поддержку в рекламе. Такую поддержку они тоже оказывают. Мы в этом году тоже планируем это. С ними очень удобно работать. Они на любой вопрос ответят в любое время суток практически. Каждую мелочь позвонишь, тут же все объяснят. В составлении документов тоже нет никаких проблем. Все объяснят, все подскажут, все помогут. Если у них появляются какие-то новые услуги, продукты, они тут же звонят, сообщают об этом, предлагают. То есть с ними работать очень выгодно, очень удобно. Только за полгода агентство по поддержке малого бизнеса выдало более 300 миллионов рублей. Самые востребованные меры поддержки – безвозмездные субсидии на поддержку занятости во время пандемии и программы льготного кредитования. Многие, наверное, слышали такой продукт, кредит на зарплату под 0%. Более 800 миллионов рублей тоже банками было предоставлено по этой форме. И еще один льготный кредит – это на возобновление деятельности под 2%. Более 1,6 миллиардов рублей предприниматели также получили. Агентство принимало заявки на субсидирование дезинфекционных мероприятий, микрозаймы без залога, реструктуризацию долга и кредитование на выплату зарплаты. Институты поддержки увеличили предельную сумму микрозайма до 1 миллиона рублей, в том числе для тех, кто работает меньше полугода. По новым условиям средства получил 61 представитель малого и среднего бизнеса Чувашии. Татьяна Молокова, Игорь Зверев, Андрей Шоклев, Республика. Более 35 предприятий Чувашии приняли участие в цифровой прокачке промышленности региона. Российские эксперты провели в Чубаксарах стратегическую сессию. Тема внедрения российских цифровых технологий и платформенных решений в финансовую и экономическую деятельность предприятий. Два дня эксперты ведущих российских технологических компаний обсуждали вопросы развития цифровой среды. Результатом стал выбор 20 диджитал-решений, внедрение которых повысит экономическую эффективность промышленности республики. Был представлен опыт Томской, Кировской и Самарской областей. Источником решений для цифровизации предприятий Чувашии стала и специальная региональная база. В ней содержится более 200 решений для улучшения качества жизни, повышения эффективности госуправления и бизнеса. Кроме того, в республике будет создан региональный центр компетенций по цифровой трансформации промышленных предприятий. Государственный совет Чуваша и прокуратура республики подписали соглашение о взаимодействии по вопросам совершенствования законодательства. Как отметил руководитель надзорного ведомства Андрей Фомин, совместная работа с законодательным органом ведется уже на протяжении долгих лет, а именно с момента принятия Конституции Чувашской республики в ноябре 2000 года. Мы подписываем в юбилейный год, в этом году 20 лет, будем отмечать 20 лет нашему взаимодействию. Основная задача нашего взаимодействия это приведение законодательства Чувашской республики в полное соответствие с законодательством России. На это нацелена наша задача, поэтому мы готовы участвовать на всех этапах, на этапах разработки нормативных актов, законов, на этапе их принятия и соответственно их исполнения. Что касается взаимодействия двух ведомств, то они закреплены в нормативных актах. Так прокурор вправе участвовать в сессиях, работе комитетов и рабочих групп, а также присутствовать на встречах с руководителями фракций. Председатель Государственного совета Чуваш Альбина Егорова дала высокую оценку совместной работе. Я бы заметила, что в последние годы очень сильно активно у нас прокурор Чувашской республики вносит свою лепту именно принятия законов. Благодаря данному взаимодействию на творческий процесс проходит очень эффективно, качественно и, конечно же, обеспечивается юридическая чистота принимаемых законов. Впереди предстоит серьезная кропотливая работа по приведению законодательства Чувашии в соответствии с изменениями, которые внесены в Конституцию Российской Федерации. Анжелика Григорьева, Павел Иритков, Республика. Пенсионный фонд все больше использует в своей работе цифровые технологии. Это ускоряет документооборот и облегчает процесс назначения выплат. Почти все услуги сейчас предоставляются в проактивном режиме. Только в этом году более 80% пенсии назначены по электронным заявлениям. В большинстве случаев без предоставления дополнительных документов. Электронно определяется порядок предоставления мер поддержки семьям, у которых появились дети. С этого года, в общем-то, расширилась категория получателей. Уже по случаю рождения первого ребенка предоставляется материнский капитал. Органы Пенсионного фонда, получив сведения из ЕГР ЗАГС, проактивно определяют, во-первых, регистрируют этого ребенка в системе пенсионного индивидуально персонифицированного учета этого ребенка. Также они тут же определяют право этой семьи на материнский капитал. При этом по своим информационным системам определяем очередность рождения детей. Если это первый ребенок, мы, значит, выносим решение о предоставлении в размере 466 тысяч рублей. Если это второй ребенок, который родился в этом году, уже 616 тысяч рублей. Если вот этот будет второй ребенок, у которого первый ребенок родился в текущем году, ну, вот, допустим, два дня родились, у одного капитала будет 466, у другого, значит, еще на 150 тысяч увеличится. В рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика» в республике внедрены электронные трудовые книжки. Более 75 тысяч сотрудников выбрали бумажный формат ведения и почти 15 тысяч – электронный. На встрече в фонде зашла речь и о разных формах поддержки пенсионеров. Бесплатное посещение занятий в спорткомплексах, определенные указом в Рио главы Чувашии, конечно же, укрепит здоровье. Но было бы неплохо расширить перечень услуг. В нашем районе, в городе, 40 пенсионеров посещают ФСК, это наш группа дождей. И мы давно ждали этого указа. Ну и второе. Хочется еще, чтобы была какая-то квота для активистов, пенсионеров, чтобы они смогли отдохнуть в Веге или в других санаториях. Как говорят в смысле. Напомним, что сейчас реабилитацию в ряде санаториев проходят пожилые люди, тяжело переболевшие коронавирусной инфекцией, страдающие хроническими заболеваниями. Вопросы реабилитации людей, они являются очень важными. И вы сами, наверное, слышали, мы сейчас приняли решение о том максимально широко реабилитировать тех людей, которые переболели новой коронавирусной инфекцией. Ну и в том числе тех людей, которые страдают хроническими заболеваниями, прежде всего дыхательной системой и сердечно-сосудистой системой. Давайте будем двигаться пока на пересечение такого рода вещей, а потом уже дальше будем двигаться в том числе насчет реабилитации просто тех людей, которые являются, может быть, активистами. Эти важные вопросы будут обсуждаться в правительстве в ближайшее время. Ольга Алексеева, Алексей Зотиков, Юрий Марков, Республика. В Чувашии более 63 тысяч учащихся начальных классов будут питаться бесплатно. Рассматривается два варианта двухнедельного меню – завтрак и обед. Меню разрабатывали представители комбинатов питания с учетом требований новых санпинов. Учитывалась сезонность, калорийность и питательность суточного рациона, необходимых для нормального роста и развития детей. Сейчас проекты, направленные в Роспотребнадзор, согласованный с ведомством вариант, разместят на сайтах школ. На дорогах Чувашии установят новые камеры. В этом году из бюджета выделили 116 миллионов рублей для покупки 11 комплексов фото, видео, фиксации, нарушения ПДД – 27 камер. За полгода в Чувашии зафиксировано 570 тысяч нарушений. Где именно установят радары, пока неизвестно. Аукционно на их закупку и монтаж еще не объявлен. Еще 49 миллионов выделили на установку автоматического поста весового контроля в Ядрине. Знать, чтобы помнить, 3 сентября состоится Всероссийский исторический диктант. Тема – Великая Отечественная война. В год памяти и славы о войне сказано немало. Героические страницы истории объединили поколения. Вспомнить самое главное – вот одна из задач диктанта. Как всегда, будет подготовлено несколько площадок – в вузах, в библиотеках. Но написать его можно будет и онлайн на сайте диктантпобеды.рф. Составители по традиции разделили задания на две части. Будет и региональная часть вопросов. Ну, в частности, если общее количество вопросов планируется 25, то из них 5 вопросов будут посвящены событиям Великой Отечественной войны, связанные с тем или иным регионом, где, собственно говоря, пишется, выполняется задание. Все вопросы составляются учеными-историками. Помимо заданий, связанных с военными событиями, будут вопросы и о литературе, и о художественных фильмах на эту тему. Как и в прошлые годы, помогать участникам будут волонтеры Победы. Кстати, подготовку можно начать уже сейчас. На сайте Чувашского госуниверситета размещены лекции преподавателей, а на сайте Российского исторического общества опубликованы тематические учебные материалы. Ольга Семенова, Николай Скворцов, Республика. На столичном стадионе «Олимпийский» после вынужденного перерыва кипит работа. Здесь укладывают новое покрытие для игры в футбол и строят площадку для воркаута. Параллельно идет отбор в училище Олимпийского резерва. Искусственное покрытие для футбольного поля, новое освещение и информационное табло. Футбол заиграет новыми красками. И даже для тех, кто не сможет смотреть его на трибунах. Согласно нормативным документам, будут уже установлены места, где будут у нас маломобильные граждане. Просматривать данные трансляции футбола, допустим, так же, что ранее не было здесь предусмотрено. Любители воркаута получат новую площадку. В рамках концепции наследия чемпионата мира по футболу 2018 было закуплено оборудование на сумму более 1 миллиона рублей. Перекладины, брусья, турники, шведские стенки и так далее. Работы ведутся с начала августа. Есть шанс сдать объект раньше заявленного срока. Подготовительные работы земляные закончили. Вот вы видите, песок расстелили, все утрамбовали, все ведем, делаем по технологии. Технадзор постоянно проверяет. Завезли щебень. Сейчас вот устанавливаем бордюры, с понедельника начнем асфальтировать. И потом будем устанавливать оборудование. На площадке для воркаута смогут заниматься и будущие студенты училища Олимпийского резерва. Сейчас идет тестирование. Прием в училище ведется на конкурсной основе по стоп-бальной системе. Вот эти стоп-баллы, значит, наши абитуриенты набирают по четырем показателям. Это членство сборной команды Чувашской Республики Российской Федерации. Это анализ соревновательной деятельности. Это вот сдача норматива в ГТО. И спортивный разряд или звание. Абитуриенты сдавали норматив по бегу на расстоянии тысячи метров. Хочу поступить на отдел вольной борьбы. Я сегодня с утра встала, размялась. На стадионе тоже побегала, чтобы здесь легче было бежать. И в итоге прибежала первой за четыре минуты. Ульяна Пятакова, Павел Иритков, Республика. Таким стал четверг, 20 августа, глазами корреспондентов национального телевидения Чувашии. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok